Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтыри «Помяни Господи Царя Давида и всю кротость его». И мы продолжаем чтение псалмов из группы псалмов «Ассафа». 75-й псалом. В православной толковой Библии сказано, этот псалом является прямым дополнением предыдущего. В первом излагалась угроза врагам Иерусалима, а здесь описывается исполнение этой угрозы, «Когда Господь сделался ведом всюду, имя его стало великим», об этом говорит 2 стих, «Когда многочисленные враги погибли», об этом говорит 6-7 стих, «И земля успокоилась», 9 стих, «благодаря чудесной помощи Бога», стих 10. В этом псалме у нас всего 13 стихов. «Надписание» в греческой «Септуагенте», «В конец», то есть события относятся к последним временам, «Песнь» — это способ исполнения этого псалма, «Псалом Асафа» — это группа псалмов, «Песнь об Ассирианине». По-славянски «Ко Ассирианину». По изъяснению святителя Афанасия, Блаженного Федорита и других толковников, в этом псалме заключается пророчество о гибели ассирийцев, совершившееся при нашествии Сенахерима на Иерусалим. То есть на ассирийцев, которые первые нападали на Иерусалим, Господь наслал вавилонян, и они вот так вот друг друга сменяли. На вавилонян потом пришли медоперсы, на медоперсов пришли греки, а на греков пришли римляне. Есть такая года, один древний праведник ветхозаветный шел по берегу Иордана и увидел, плывет череп. И говорит, ты утопил, зато тебя утопившие, но утопившие тебя тоже будут потоплены. То есть на каждую злую собаку найдется какая-то другая. В отписании этого псалма по еврейскому тексту управителю на мелодичных, псалом от Асафа, песнь, и мы начинаем чтение этого псалма. «Ведом в Иудее Бог, в Израиле велико имя Его». С еврейского это будет звучать «Ведом в Иудее Бог, в Израиле велико имя Его». Ну, текст почти совпадает, за исключением, что по тексту септуагинты здесь построение композиции очень четко совпадает с церковно-славянским. Что значит «Ведом в Иудее Бог»? Во-первых, здесь говорится о двух частях еврейского народа – Иудея и Израиль. Ну, как, если кто-то будет говорить там. Вот славянский народ, он как бы один, но есть Россия, Украина, Белоруссия. А еще там есть Болгария, Сербия и так далее. «Ведом в Иудее Бог, то есть в Иерусалиме, ибо Иудейское царство вмещало в себя Иерусалим, его окрестности. В Израиле велико имя Его». Израиль – это другая часть еврейского народа, которая соединилась от Иерусалимского храма, от святилища, от колена Левина в той или иной степени. Но, несмотря на то, что это размежевание произошло, имя Божие все-таки велико было среди израильтян, но преимущество иудеев – они ведали волю Бога, а значит, могли лучше ее исполнить. То есть более правый путь – это путь иудеев, а более неправый путь – это путь израильтян, потому что Израильское царство, оно провалилось в грехи Иераваама, сына Наватого, который ввел в соблазн израильтян. Но в Израиле было больше пророков, в нашей ситуации бы сказали, больше старцев. А более канонично – в Иудее, там и храм, там и левиты, но старческий чин иссяк. И мы читаем далее. И было в мире место его и жилище его в Сионе. Здесь немножко сложная композиция, посмотрим, как это с еврейского. И будет в Шалеме куще его и его обитель в Ционе. Теперь все становится понятно. И было в мире, то есть без войны, Шалем – это от слова «шалом» – мир. И было в мире место его, то есть не место в мире, как какая-то территория, а прекратилась война. Место его Господа там, где прекращается война, ибо если брат ссорится с братом, зачем Господу такие братья? Господу угодно другие братья, где двое или трое соберутся во имя его триединства славянских народов. Там и Господь будет посреди. Очень интересно, Федор Михайлович Достоевский понимал тему раздора. Помните, когда старец благословляет Алёшу Карамазову? Алёшу Карамазову он говорит «Ты будь с братьями твоими, но не с одним кем-либо из них, а со всеми». Не так, чтобы он одного предпочитал другому, а против этого конфликтовали. Нет. Со всеми рядом. И всех поддерживать, и всем обеспечивать мир. Там он, то есть Господь, сокрушил крепость луков, оружие и меч, и брать. А чем лук отличается от оружия? Лук это есть оружие? Лук это стремительный тип оружия. Как бы сейчас сказали бы, ракетно-ядерный комплекс. Оружие – это обычное оружие. И меч, и брань – это уже рукопашное до полного взаимного уничтожения. И мы знаем из Библии, что первый конфликт, который спроецировал дьявол, это конфликт между братьями, между Каином и Авелем. Поэтому, когда мы видим, что братья ссорятся друг с другом, мы ни в коем случае не должны поддерживать никакую сторону. «Ты светишь дивно с гор вечных». О чем это? Здесь имеется в виду, что какие-то деяния Божия, они становятся достоянием многих. Посмотрим, как этот стих звучит. «Святозарен ты и могуч, словно с гор хищного». То есть ты светом как бы вытеснил хищного и завладел его добычей, его уделом. То есть победил сильного в его дворце. Это делает Христос, когда умирает между небом и землею в том самом пространстве, где обитают духи зла, потому что они не могут обитать на небе, ибо небо Господу, не могут обитать на земле. Сказано, землю он отдал сынам человеческим, они в этом пространстве. И когда Христос повиснул на кресте между небом и землею, он как бы победил сильного и сбросил его с этой его горы, с этого возможного для него возвышения, доступного приближения к небу. И далее мы читаем, «Смутились все неразумные сердца, заснули сном своим, и все богатые мужи ничего не нашли в руках своих». То есть происходят какие-то события, которые смущают всех. Люди впадают в какой-то сон, характер которого не очень ясен, но есть ссылка на ту ситуацию, когда умерли ассирийцы. Исайя 37-36, Наум 3-18. И все богатые мужи ничего не нашли в руках своих. Богатые мужи — это ассирийцы, которые грабили святую землю, святой город, и теперь они наказаны вавилонянами. «От прещения твоего, Божий Иакова, воздремали, севшие на коней». То есть от Божьего прещения, как это звучит, вот дословный перевод, «От твоего окрика, Бог Иакова, он оцепенеет и колесница, и конь». Прещение, то есть, возможно, перевод — это окрик. Окрик. Посмотрим, как это звучит на церковном славянском. «От запрещения твоего, Божий Иаков, воздремавшие, вседшие на коне». А запрещение может быть окриком. Запрещающий окрик. То есть решительно Бог будет устанавливать свой порядок. «Ты страшен, и кто противостанет тебе?» — воскресает псалмопевец, обращаясь к Богу. «С того времени гнев твой открылся». «А с какого времени?» «Когда сирийцы произнесли хулу на тебя». Пророк Исаия, 36 глава, 18-20 стих. То есть, когда сирийцы стали хулить Бога, это комментарий Феодорита. «Ты страшен, и кто противостанет тебе? С того времени гнев твой открылся». То есть, если бы они не хулили Бога, а просто бы угнетали евреев, ну, может быть, какие-то грехи были бы с них сняты за это. Я имею в виду евреев. «Ибо страдающий плоти перестает грешить». Девятый стих. «С неба возвестил ты суд свой, земля убоялась и умолкла». По-славянски «слышан, сотворил». То есть, глаз «слышан, сотворил». То есть, с неба он возгремел, возвестил. «Слышан, сотворил». То есть, никто не может сказать, что он не слышал этого приговора. «Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех кротких земли, посему помысл человека прославит тебя и даже остаток помысла торжественно будет прославлять тебя». Здесь очень такая сложная композиция, но можно ее прочитать и так. «Человек разумный будет прославлять тебя и даже остаток помысла полоумный, даже полоумный торжественно будет прославлять тебя». То есть, каждый и разумный, и не очень разумный для всех станет очевидно. «Феодорит, не будет ни малейшей части помысла, которая не прославила бы Господа». То есть, у кого еще сохраняется помысел, он понимает, кого прославлять. и окончание этого псалма, 12-13 стих, «Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему все, которые вокруг его принесут дары страшному и отнимающему дух у князей, страшному для царей земных». А кто те, которые вокруг его принесут дары? Вероятно, разумеется, иудеи, спешившие в храм с благодарственными жертвами после гибели Санахерима. Это описано 2-я параллельпоменон, 32-я глава, 21-й стих. Но ситуация уже была предрешена храм будет разрушен. Страшному и отнимающему дух князей вот такому Богу приносят дары, а раз наш Бог страшен? Да, страшен для нечестивых, для бесов и демонов. Сказано, бесы веруют и трепещут. Страшному для для царей земных земных, то есть не только бесы боятся Бога, но и нечестивые правители трепещут перед ним. И наказание будет очень жестокое тем, которые отвечали за многое, но через это и нанесли ущерб многим. нечестивые, но и нечестивые, нечестивые, но и все в Продолжение следует...